Как я уже сказал, генетика на самом деле это математика. Поэтому существует формальная запись. Генотипы как записываются? Гомозипотные по данным генам доминантные организмы. Как его записать? Вот так. Допустим, он скрещивается таким же. Значок, обозначающий скрещивание, косой крест. Вторая такая же запись. Вот эта скрещиванная пара будет называться родителем. По-английски, как родительская пара. От них должны произойти дети. Дети-феллоус. Так что поколение детей это один. У людей так не бывает, а у других организмов совершенно запросто. У растений, допустим. Могут ли детские особи, после того, как стали взрослыми, оплодотворить друг друга и, соответственно, кто в этом случае родится? Могут. Ну, на нашем языке. Могут. Ф2, Ф3 и так далее. То есть все последующие путанины. Хорошо. Для того, чтобы произошло оплодотворение, должен ли каждый родитель создать половую клетку? Да. Половые клетки выписываются вот здесь под чертой. И чтобы не купить их со значками фенотипов взрослых организмов, обходятся кружочками. Вопрос. Какие половые клетки может создать вот этот друг? Только она. Да. То есть свою половую клетку по данному признаку может один единственный вариант инструкции отправить. Итак. Этот. Тоже. Тоже. Вот так. В результате без вариантов складываем А большое и А большое. Какое получаем значение для А1? Только А большое. Никаких вариантов нет. Давайте к реальному примеру. Придем, чтобы вам было проще. Это тот самый пример, который описан в ваших школьных учебниках. Совершенно гениальный человек 19 века Грегор Мендель в свое время первым наткнулся на возможность численного исследования и построения прогноза. Варианты передачи признаков. Это нам с вами хорошо. Генетика 100 лет как развивается успешно. Наработан отличный понятийный аппарат. Мы сразу им можем пользоваться. Доминантность, рецессивность. Все дела. А большинство людей ведь как считают? Дети на родителей похожи? Да. Похожи. В чем-то на папу, в чем-то на маму. И модель у них какая? Ну а как с красками? Или как с приготовлением еды? Взял синюю краску, немножко добавил желтенькой. Зеленую. Зеленую. Причем один строго обязательно оттенок зеленого? Нет. Да нет. Взял, добавил побольше водички, получил более разведенный цвет. Чуть побольше желтенького. Так? Более желтый оттенок зеленого, салатовый. Чуть побольше синенького. Так? Можно ли говорить о точном значении, полученном в результате признака? Не, нельзя. Или как при приготовлении еды. Так? Створил некоторую кашу, насыпал сахаром. Сладкий вкус появился. На самом деле, хороших хозяйков, когда готовят кашу, он не только сахар туда сыпет, а еще что-нибудь. Соли. Соля. Отлично. И вкус каши получается строго фиксированный. Нет. Нет, зависит от соотношения компонентов. Ну и если смотреть на человеческих детенышей или, там, я не знаю, на детенышей зверей, которые люди выращивают, то примерно так в случае. Что-то от папы, что-то от мамы, все очень распыльчато и размазано. Никаких четких границ увидеть вот так глазами нельзя. Ну, поэтому и считалось, что признаки вот так перетекают, образуют континуум. Так? Мендель предположил совершенно другую игру. У каждого признака своя отдельная, четко определенная программа. Ну, вот как файл в компьютере. Так? И то, что мы видим, является результатом совместной работы этих разных компьютерных файлов. разных генов. Так? На самом деле, это совершенно нетривиальный ход. Вот это действительно тот гениальный человек, при полном отсутствии всякой другой информации, мог прийти к такой точке зрения, а потом и выработать метод проверки. Обратите внимание, какая проверка. Скажите, вот, допустим, у вас нет вообще никаких представлений о генетике. Можно ли в этом случае получить группу живых организмов, у которых по данному признаку заведомо есть только один аллей? Никакой другой аллей там не встречается? Нет. Да. Как это делаем? Много раз скрестить те, которые вы считаете, может быть, знаменитыми. Да. И если вот нам получится не то, что вам надо, значит, аллей будет одинаково. Да. В дальнейшем из скрещивания выбрасывать всех, у кого признак проявляется другой. И так, если много-много-много поколений делаем, оставляем только носителей определенного значения, кажется, что мы взяли, выбрали носителей только одного аллеля. Так доментаревские времена и делали. И вот такая группа живых организмов, у которых есть одна единственная форма аллеля, по данному признаку, как называется? Чистая линия, вы это слово «чистопородные» слышали? Конечно. Чистопородная борзея там и так далее. Значит, для животных это будет называться «чистая порода». Для растений? Чистая. Сорт. Сорт. Чистосортная антоника. Чистосортная роза, горе, аты. То есть, не имеющая других вариантов, там один-единственный аллель по данному гену. Записывал. Хорошо. Я теперь что сделал? Взял два разных чистых сорта гороха. Про первое хорошо известно, что горошина образует только желтая. Вот так. А про второй сорт известно, что образует только зеленая горошина. Чистый сорт, но другой. С крестивой. Обратите внимание, это запись фенотипов или генотипов? Фенотипов. Фенотипов, отлично. Задачку поставил простую, посмотреть, как передается признак окраски середины. Выяснилось, что в М1 абсолютно все горошины желтые. Первое, что приходит в голову. Программа зеленая окраски просто не передалась. То есть признак цвета передали не оба родителя сразу, а только один. И нормальные люди примерно так и считают. Папа передал все про глаза, а мама передала все про уши. Поэтому глаза похожи на папины, души похожи на нам. Как можно отдел бралей? Он взял бралей с острыми с крестами. Вот эти из этого поколения. И выяснилось, что в В2, кроме желток, появились все откуда-то зеленые. Причем не просто появились, а действительно в строго определенном математическом соотношении. В 3 к 1 желтку примерно в 3 больше, чем зеленый. Знаменитый закон расщепления. Исходя из этого эксперимента, очевидно, что близок зеленый нигде не делся. Он просто вот здесь не читался. И это какой-то причине реализовался в этом поколении. И вот тогда в мебель и прибег к комбинаторике, чисто математическая процедура, для того, чтобы посмотреть, откуда это дело взялось. Ясно, что речь идет о передаче каких-то носителей признака. Носитель, который появился в первом поколении, он обозначил через букву А большую. Так? При этом носитель, дающий желтую окраску, имеет букву А большую. А вот у этого родителя. А большая родителя. Да, у него ведь оба родителя имели именно такой носитель. Итак, вот у нас запись для этого родителя. В результате, половой клетки какие он может создать? Только А большую. Только А большую. Это еще одно гениальное предположение Меделя, ведь в его времена про клетку ничего не знают. Значит, ну, вид ли под микроскопом отдельно органоиды? Да. Но не будет. Вид ли, конечно. Ну, начиная с конца 17 века. Вид ли. Плохо, не очень понимаю, что это такое. Но никаких представлений о биохимии, о роли ядра, допустим, не было совершенно. О том, что такое митос и миоз, да, даже не договорились. Это все хуже, после. Сделать предположение, что каждый признак в взрослой клетке записан дважды, а вот в половой клетке сколько раз? Один. Один единственный раз. Вот это, наверное, не должно. Чисто логическое заключение. Гипотезой чистоты гомет. Каждая гомета чиста, по наследственной информации. Не имеет никакой примеси. Если уж есть программа, то она ничем не смешана. Хорошо. А вот эту программу, которая подавилась, обозначили через А малое. И, соответственно, здесь гомета только А малое. Складываем А малое и А большое. Получаем генотипы для Г1. Дальше исходя из принципа чистоты гомета. Вот эти желтенькие и А1. Все одинаковые гометы или нет? Нет. Два равных сорта. А маленькая тоже. Именно так. В половину гомет уйдет программа А большое, в половину гомет А малое. Реализация А большое – это желтый цвет, реализация А малое – зеленый. При этом, если встречается программа А большое, А малое, какой цвет строится? Желтый. Желтый. Проще всего просчитать все варианты взаимодействия и не ошибиться на такой матрице, которая называется решетка пеннета. На горизонтальной строке ангертикалинии. А дальше смотрим, кто с кем должен встретиться. В этой клетке кто с кем встречался? А большое, А большое. Вот в этой клетке. А большое, А малое. А малое, А большое. А малое, А большое. Вот это. Два А малых. Два А малых. Какой-нибудь пятый вариант встречи, возможно ли? Нет. Нет? А вот теперь давайте посмотрим, что у них с фенотипами. Вот такой детеныш какого цвета? Желтый. Вот такой? Желтый. Вот такой? Желтый. А вот такой? Зеленый. Вот отсутся отношения 3 к 1. Среди гибридов первого поколения, извините, помимо лёда второго, почему я говорю, а я использую определение не школьного учебника, а современное, короткое. Традиционное методское определение, которое у вас в школьном учебнике, очень длинное. Оно звучит как? Гибрида ЭП-2, полученное от скрещивания гибрида ЭП-1, О двух разных числ, будут иметь расщепление на типе 3 к 1. То есть полное описание историк-стрима. Да. А как дать очень короткую формулировку того же самого? При скрещении гибридов этих год получается. Именно так. При скрещивании двух гибридов этих год, расщеплению потомства, 3 к 1. Мы теперь знаем, что ЭП-1 это просто надёжный способ получения гибридов этих год. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...